Продолжение следует... 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 Тогда получается точная фиксация событий, например, того, что будет в будущем и как с этой ситуацией можно было бы по управлению справляться. Здесь очень четко видно, что нужно тогда структуру будущих событий, например, впереди рассматривать как систему, аналогичную тому, что есть какие-то общие принципы построения информации. Что прошлая информация, что будущая. Иногда получается, что в этом случае мы имеем практически такой статус, скажем, действия, что если мы обнаружим в текущем, например, времени систему построения информации как таковой, то информация о будущем будет построена системой, похожей на ту информацию, которая относится к информации прошлого и при этом добавлены какие-то коэффициенты. Тогда получается, что нам нужно, скорее всего, увидеть связь настоящего времени с временем прошлого и с временем будущего. И получается, что исходя из этого мы вполне можем делать таким образом, разделить настоящее на уровень контактную систему, которая взаимодействует с прошлым временем и контактную систему, которая взаимодействует с будущим временем. И по точке как бы вот некого такого слепания, перемещения прошлого времени в будущее, то есть, например, задача, которая была в прошлом времени, она перемещается на задачу в будущее. И как бы если мы рассматриваем вот эту систему, предположим, дальнейшего уровня развития информации, то здесь система самого перемещения, это есть движение, да, как бы задача перемещается, это есть движение. И вот если мы на структуру этого движения как бы поставим уровень контроля, то получится, что перемещающийся участок обладает как бы функциями автономности. Например, вот как выявить пространство, где находится блок, действий блок, то здесь получается, что пространство должно обладать функциями какого-то автономного действия, то есть двигаться вне системы, то есть находиться в какой-то фазе контроля за системой или как бы системе организации, да, какого-то пространства. Если вот задуматься над тем, что с точки зрения Бога ведь все процессы равны, а значит получается, что мы можем вполне поставить так вопрос, что тогда, с точки зрения, как бы точки контроля, где вообще организовывается прошлое для Бога, мы видим, что в этой точке контроля однотипный механизм может организовываться какая-то информация для будущего, да, например, там, в виде задачи прошлого. И получается, что вот движение, собственно говоря, само движение, да, и величина движения, как бы действие, ну, или человека, или, там, действие тела человека, это есть структура, которая объединяет, например, структуру прошлого времени и структуру будущего времени. Тогда получается, что развитие вообще физического тела человека, там, в структуру будущих событий, это есть постоянное перемещение неких задач, которые сформулированы в виде, там, логического статуса для прошлого, или же являются статусом задач, ну, как физического тела человека. То есть перемещение, постоянное движение, постоянное перемещение человекова, например, там, в структуру будущих событий создают, во-первых, достаточно концентрированную информацию для будущего, и, во-вторых, очень четко объявляют те законы, которые связывают перемещение со структурой прошлого. Тогда получается, что мы можем зафиксировать какой-то один факт прошлых событий, или просто посмотреть на какую-то картину, которая отражает какой-то сюжет прошлого, вспомнить, например, какую-то систему, или же сконцентрироваться на какую-то часть физического тела в какое-то время, и после этого, через секунду, эта констрация уже будет в прошлом времени, когда получается. И таким образом мы сможем четко тогда определить позиции будущего на основе этого объяснения как систему духовного познания. То есть мы в первом ракурсе познаем фактически духовный статус действия, то есть мы видим фактически именно на духовном уровне, где находится, например, ваше физическое тело в будущем, где находится уровень решения ваших задач. И вот здесь вот, чтобы распределить систему контроля с точки зрения прошлых событий, для того, чтобы объективизировать положение именно физического тела в будущем, необходимо видеть, что есть прежде всего, ну, в общем-то, действия, прежде всего, система духовного уровня контроля, опознания физического тела в плане именно развития жизни вечной, да, физического тела, это есть духовное действие, в то время как задача, это есть действие нарушение, если опорная точка на события в прошлом. Если опорная точка на событиях, например, в текущее время, то там, вообще говоря, на уровне действия может быть смена даже, то наоборот, по задачам, например, критериарного плана, там, для макроразвития, мы видим, что если мы делаем отправное управление из текущего времени, то здесь действие души – это опознание физического тела, потому что макроразвитие, где находится, например, физическое тело, здесь вопрос, в общем-то, такой конкретный, связанный с тем, что бесконечный статус души должен воспринимать в бесконечном мире физическое тело, в котором находится, например, бесконечной информацией и одновременно является там частью души. То есть получается, вот, в то же время именно божественного действия, здесь работает душа, в то же время как духовная основа – это определение событий на линии. И если мы рассмотрим для макроразвития процесса, то здесь видно, что точка опознания и событий, и физического тела, практически, они очень близки, например, и получается, что здесь душа и дух человека в бесконечном направлении фактически совершают одну и ту же работу, то есть тело человека, например, сознание человека, то есть идет интеграция объединения различных систем, относящихся к личности человека. И тогда, исходя из этого, мы можем четко увидеть, что процесс, например, действия, которые определен как процесс рассмотрения будущего, исходя из прошлого, он проходит через изменение, преобразование сигнала на как бы, сигнал, как же, другой полярности в текущем времени и передача этого сигнала с точки зрения объединения их двух систем. То есть в одну, похоже, что-то на вариант близкий к васмерти, то есть в основном бесконечности. Тогда получается, что исходя из уровня действия, сигнал в прошлом должен соответствовать сигналам в будущем для Бога, получается. То есть Бог исключает время. И учитывая, что сигналы разные, то и Бог должен видеть как бы тот статус, который практически не меняется. Какой статус не меняется? Статус души человека, которая нацелена именно на структуру вечного познания. И получается, что здесь, если мы, например, развиваем управление, предположим, бесконечное развитие, то видно, что Бог, наблюдая вечную душу человека, то есть имея уровень одной души человека в восприятии, переходящей в структуру действия всех людей, то есть все души действуют в уровне именно вечного развития, он определяет именно личностную константу поведения у человека, где вечность – это его местоположение в пространстве и во времени. Когда человек в личностном плане, объединен с другими людьми, понимает, что его местоположение – это вечное развитие, то получается, что мы имеем практически место, которое определено конкретно тогда для человека, но с точки зрения Бога. Если он, например, начинает делать управление таким образом, что это место определено как место, идущее в развитии как будущих событий, так и событий прошлого, ведь от Бога события развиваются как в прошлое время, так и в будущее. Бог находится в Богу-центре, и получается, он одновременно, есть экологическая система познания, что от него все события развиваются одновременно. Вот получается, что он должен как-то синхронизировать эти события, то есть он должен в воспоминаниях человека проставлять определенную последовательность, которая бы связывала события его прошлого с будущим, то есть он помнит, что он хотел в прошлом, и почему определенные критерии его следующего развития определенные в будущем именно тем, что он хотел сделать в прошлом. Это линия, которая образовывается Богом как структура действия организма человека, то есть где, например, на человека промысленный рейд. Кстати, это мощный механизм лечения людей, если посмотреть на уровень связи не путем причинно-следственного, а путем такого внешнего абстрактного анализа, что линия мышления, соответствующая прошлым процессам и процессам, например, будущего времени, эта линия отражает именно физиологический фактор действия человека, то есть именно отражает уровень физиологической реакции. Получается, что если мы, предположим, начинаем действовать здесь от уровня физиологии, то есть от уровня нормы здоровья, то получается, что критерием обратной величины, то есть Бог воспринимает норму здоровья человека и тогда организовывается как прошлое, так и будущее. То есть для Бога объединение прошлого и будущего происходит фактически во физическом теле человека. Значит, для Бога человек существует, то, что вы увлечите самосприятие только в настоящем времени. То есть, ну, в общем-то, как для человека, ближе, для человеческого понимания, это ближе, значит, к времени настоящему. Но там, правда, есть один нюанс, то есть это близко, но не совсем то, что соответствует настоящему времени. Это процесс больше следующего действия человека. Получается, что если мы рассматриваем этот процесс достаточно, значит, близко, что ли, тогда, то есть восприятие приближаем, там, увеличиваем детализацию познания, тогда получается, что будущее время, то есть точка будущего, это очень определенное место управления, то есть там получается, что мы совершенно достоверно можем знать будущее, если у нас одинаковые посылы, выбор, как бы, восприятие к любой информации, что к информации прошлого, то и к информации будущего времени. И получается, что если мы, например, имеем в качестве задачи определение, как бы, детекции прошлых событий или будущих, именно свой посыл сознания, то и для того, чтобы, получается, определить место события в будущем уже с определяющим контекстом событий, то есть выбрать, да, сделать выборку и улучшить события, нам нужно, чтобы сигнал от одного события прошлого шел с такой же скоростью, с такой же констрацией, как и сигналы от возможных будущих событий всего будущего. То есть вы, диагностировая свое местоположение в будущем, можете сделать простую вещь, там, логически представить себя где-либо, ну, не находясь там в магазине, а в каком-то конкретном месте, то есть чтобы это лучше было, было более такое общественное, популярное место, чтобы были внешние какие-то события широкие. И получить от этого места такой достаточно быстрый, мгновенный сигнал в структуру прошлых событий, значит, часть информации проходит, информация прошлого, потом попадает в структуру будущих событий, сигналы, вы видите свое прогностическое место, определенное вашей целью. То есть место же все равно не любое человек, если он там же в каком-то городе, у него есть дела, значит, он оказался в любом другом городе, это маловероятно. Но если, например, вот там, если я же плавно не поставил, то определение событий не всегда нуждается в структуре прямого видения, с точки зрения случайной причины. То есть не просто смотреть за, как и за любым другим событием мира, например, а контроль за своим месторасположением в будущем, это все-таки не контроль за выполнением задач. Получается, система контроля включена в систему первичной задачи. Система коррекции уже введена. Если мы управляем через прошлое, система коррекции событий, она уже введена в структуру прошлых событий. То есть не нужно специально, как бы, коррелировать события, чтобы нужное нам событие произошло, нам достаточно просто увидеть тогда свою позицию в будущем. Прошлое, акцентация на прошлом, где цель определенная, это есть уже в управлении будущими событиями. То есть усиление цели, да, фактически. И, исходя из этого, если мы, например, начинаем делать управление, ведущее от структуры, именно использования прошлого, то мы увидим, что, например, бесконечное удаленное будущее в текущее время превращается в систему настоящего. Ну, просто обратная задача это восьмерку слежать в одной точке в центре симметрии. Получается, что, чтобы получить информацию, например, бесконечного будущего, достаточно очень сильно сжать концентрацию информации, то есть суметь какую-то одну точку будущего спроецировать на всю информацию прошлого. Тогда существует, есть обратный ход. Более разреженная информация прошлого постепенно переходит в среду информации будущего, то есть наращивается количество событий. Ну, что и принято. У человека как за основной стены у нас преемпелись. Увеличивается количество событий, и получается, что будущее это более конструированный возраст событий. Значит, существует такой уровень, что формирует формирует увеличение концентрации событий в прошлом. Значит, чтобы формирует какой-то импульс в будущем, повлиять на будущее через структуру прошлого, то нужно просто увеличить констрацию этих прошлых. То есть нужно в прошлом увидеть больше событий. Например, вы эти события знаете, в прошлом есть какие-то публикации, есть какой-то вариант информации в СМИ, что произойдет в целом мире. Чтобы увеличить управление из текущего прошлого, нужно увидеть еще и в управляющем, например, в Словении, что вокруг человека существовало. В этом моменте на уровне существования возле его физического тела. И вот когда мы начинаем вот этот вариант смотреть, то получается, что мы имеем такой фактор управления, что можно развить управляющие сновидения в структуру прошлых событий, даже прогностические управляющие. То есть можно использовать прогностику и в прошлом, то есть, например, вы можете смотреть, что возле вас, и прогностически ожидать, что в прошлом тогда было, например, расстояние от вас в 500 километров. И тогда получается, что вы на структуре прошлого можете научиться, как бы в тренинговом варианте, работать по определению будущих событий. То есть чем большее количество раз вы работаете через прошлое и получаете информацию, как бы совокупного, обобщенного тока, тем вы больше получаете информации о будущем. И получается, что если вы начинаете делать управление таким образом, что хотите, например, в будущем более пророгированно узнать о своих будущих событиях, вам нужна констрация информации прошлого по этому веку будущих событий. То есть вам нужно знать тогда, какому событию в будущем соответствует какой вносит информация прошлого. В механическом, что ли, понимании достаточно взять кусочки информации прошлого, просто как бы перекатить его в будущее, и он начинает работать как в будущих событиях. При этом тот некий кусок, который мы изъяли из прошлого, как информацию, он ничего не должен видоизменить информации прошлого. То есть ничего не меняется, мы просто ее изъяли как систему знаний. То есть настоящее время, это больше как работа сознания, получается, то есть с точки зрения Бога, это проявление знаний. Настоящее – это система проявления знаний. И мы тогда, получается, можем отследить, коль уж это уровень информационного, по-прежнему понятию знаний, то поправить источник, то есть откуда берется первичный импус информации по какой-либо проблеме, по какой-либо задаче, откуда мы имеем вторичную информацию. И вот здесь возникает прекрасный вариант вместо, где встроится физическое тело человека. Например, задача Бог самого создался, где он построил свое физическое тело, как он есть на уровне информации. Получается, вот именно то место, где физическое тело может быть самовосудовано, это в системе переходов из прошлого, там, в будущем, где настоящее проявлено, уровне проявления знаний, нужных для человека. То есть настоящее – это то, что, получается, максимально нужно человеку, вот, например, в логическом. И тогда понятно, что человек, предположим, находится примерно в одном временном интервале со всеми, потому что это коллегиальное, как бы, настоящее, нужное максимально для всех. Если кто-то там попадает в структуру будущих событий, например, и оттуда, ну, там, сознанием видит, то он, получается, научился разделять факторы более необходимые с факторами, которые, например, нужны, ну, как технологические, там, в будущем определяющие. То есть он научился, получается, просто делать восприятие более-таки нейтральное по отношению к любому фактору своих задач, как к наиболее насущенному, так скажем, задачам, которые проявлены через противное сознание, как наиболее насущное, или же также и задачам, там, будущего или прошлого. Так вот, чтобы научиться одинаково воспринимать задачи текущего времени или будущего, нужно проводить, так называемого, там, отдаляющую концентрацию на событиях прошлого. То есть делается концентрация, где основным элементом этого права является получение отраженного света от событий прошлого. отраженный света должен быть нейтральным. Все равно вам события, если исчезление текущих элементов, вы можете его сделать нейтральным. Тогда, получается, в настоящее время уже попадает фактор пространства, а не только знам, фактор информации, объективизированный в системе реальности. И получается, что при таком управлении мы очень четко можем увидеть следующий ракурс действия, что фактор вот именно возникновения этой реальности в настоящее время, это преобразование знаний при восприятии человека некой формы информации. То есть Бог воспринимает информацию и оставляет свои же знания, получает реальность. Значит, чтобы создать реальность, нужно сначала оставить знания, потом получить, например, сигналы с прошлого, и дальше уже получить качественный уровень вот, ну, как бы, самой детекции этих знаний. То есть зачем те или иные знания нужны человеку? То есть цель получения знаний. И так же уже мы видим, что таким образом, кстати, можно там оздоравливать человека, то есть влачивать, например, там, органы, там, приедем, если утрачены про резекции и так далее. То есть умение работать на уровне создания вещества, это всегда достаточно полезное предприятие по управлению. И когда вы начинаете уже определять структуру позиционную, структуру будущего, то получается, что умение точно определить уровень, например, тех задач, которые относятся к задачам управления, то есть точность нужна для того, чтобы точно понять, какой импульс в прошлом и где делать. То есть получается, что здесь уровень управления вот такой, что вы можете увидеть, например, точно, какой массив прошлого, какие события участвуют в том, чтобы была информация о будущем. Ведь, по сути, это прошлое как опора на систему будущих событий и разрывных систем таких длительных минут, то есть умение видеть, какая ситуация прошлого в целом изменилась, я скажу, определяет события будущего, в конкретных частях. Это достаточно важный элемент управления, который фактически работает таким образом, что вы начинаете видеть статус вот этих прямых связей, прошлое и будущее. То есть, когда вы начинаете статус видеть, то видны так называемые, ну, скажем, локализованные были системы взаимодействия по автономным властям, так скажем, автономный участок прошлого, а зону – автономный участок будущего. То есть это, значит, получается, ну, тоже похоже на такую геометрическую форму, значит, близкую в проекции к восьмерке, но левая часть более расширена. Значит, тогда получается, что если мы начинаем вот область пересечения изучать, то мы видим, что пересечения как раз-таки нет, то есть этой восьмерке не смыкается. Текущее время – это как раз место расширения систем реальности, получается, в этом плане. Ну, действительно, мы узнаем, что там Селенная физически расширяется. И когда мы начинаем исследовать вот эти вот границы прошлого, времени и будущего, и рассматривать уже проекционный вариант действий, то есть, значит, какой-либо элемент прошлого действует на структуру будущих событий, а дальше в этой структуре событий мы видим такое уровень, что это есть и проекция, и само действие, то мы видим, что информационное уровень события из прошлого означает само событие. Но в прошлом так и есть. В прошлом событие произошло, мы помним, например, информационное уровень событий, но событие же произошло. Это помним, начали события тоже для Бога. Тогда понятно, что Бог может события прошлого организовывать из информации текущего уровня. А как это относится? Если есть информационное и фатологическое уровень, он может взять и просто фотологически отделить, и все. И человек воспринимает фотологическое уровень. Значит, получается, что для человека восприятие прошлого это задача выделения Бога его вот этой вот конструкции прошлого. То есть в плане взаимодействия с Богом человек рассматривает именно событийную линию всего прошлого. Вот тогда, получается, перед человеком определенная вся фатология прошлых событий. Если он видит Хагабаба, то есть вспоминает одно прошлое события. А тогда, получается, с этой логики на уровне текущего времени человек способен выделить всю фатологию будущего события, раз он имеет фатологические прошлые события, в первичном городе, действия прошлого как какового с точки зрения Бога, тогда, получается, что в будущем, как, например, действует Бог, он рассматривает все будущие процессы как единые и недели в этом единый центр развития информации, например, но также или частные, разобщенные, конкретные, причинно-средственные связи. И вот когда идет уровень именно уровень реализации причинно-средственной связи, то получается, что здесь мы имеем фактически в общем-то систему такого действия, что причинно-средственная система, часть из которых информация завязана с будущим временем, с прошлым и так далее, они многие существуют как бы вне временных интервалов, просто надо изучить и понять, какие события, например, и где касаются именно интервала отсутствия времени и отсутствия, например, событий вред. Ведь первичное время сознания было таком, что событий вред отсутствовал вред. Получается, что тогда мы имеем такой ракурс восприятия, что если мы рассматриваем уровень создания самой информации, то объединение прошлого и будущего событий состоит именно в том, что до создания любой информации прошлое и будущее будут где-то механические объединения. И вот объединение именно на уровне отсутствия событий дает возможность понять, что если действия Бога бесконечно в каждом локальном вредимом импульсе, то получается, что локальный импульс для Бога дает возможность получить в будущем достаточно конкретную картину любых будущих событий, в первую очередь созидательного типа, но вот чтобы получить именно созидательного типа через управление, личное управление, нужно, будущие события должны быть достаточно жестко завязаны на системе тех прошлых причин, которые системно кроме человека, души человека переходят в будущее неизменное. Ведь для Бога, например, есть какой-то объект информации, он перешел на секунду, можно рассматривать камень какой-то элемент физического мира, вот он перешел на следующий период, но он при этом практически не изменился. Тогда получается, что мы можем иметь систему, например, восстановления организма, как систему личностного действия человека, то есть каждое личное действие, любое, связанное с воздействием любого действия, желания. Это и система оздоровления в этом случае. и если мы таким образом поставим задачу, то возникает просто как технологически знание, это оздоравливаться в момент выполнения какой-либо работы, ну, любой. То есть мы должны увидеть в будущем тогда абсолютно точно события, на которые нужно повлиять и работать через уровень всех событий из текущего времени, дробнее, которые требуются как именно в момент оздоровления, тогда получается, что мы в принципе видим управление таким образом, что когда вы действуете, например, по уровню управления, где оздоровление это только один из элементов, если нужно, конечно, сделать оздоровление, или это просто норма, самую счет, один из элементов управления, то именно структура прошлого и будущего выражены в том, что настоящее время ими как-то варьируется, если мы вести прошлого и будущего, то здесь можно выделить такую мысль в управлении, что для того, чтобы варьировать структуру будущего времени ими прошлого из настоящего нужно, конечно, иметь обратное сигнал, то есть влияние настоящее, но именно механическое разделение прошлого и будущего в плане отсутствия событий позволяет варьировать управление прошлым и будущим временем, чтобы определять уже точную структуру диагностики и принятие решений уже на месте в будущем. То есть человек, находясь в будущем и принимая управление, работает фактически из своего статуса, то есть через элемент сознания, который сейчас находится в будущем, реализован как индейский человек. Здесь, получается, что идет такое управление, что человек начинает работать фактически как будто там, в том будущем времени. и основой для его работы является то, как он работал в прошлом уровне, ну, на уровне мышления и так далее. И тогда получается, что однотипность выражена в действиях человека, то есть общий уровень перехода от событий прошлого в будущем уровне это действия самого человека. И получается, что любой уровень перехода в струкзании именно вечного развития это соединение действий человека с системами и вечного развития. Если вот нет такого соединения, то получается прошлое и будущее дискретно и значит, что управление не реализовывается, все идет без внешнего контроля. То есть достаточно хаотично получается. Если мы начинаем будущее событие вырисовывать как событие парагностически обязательно определенное, то нахождение точного места человека в событий и системе это всегда выявление фактически той прогностической фазы, что вы должны свое точное место еще и находить в каком геологическом уровне. То есть одно дело человек имеет логический уровень, когда слава может не находиться в другом уровне, потому что у него есть планы в одном городе. Но этот же статус нужно умеет подтвердить прямым контролем. Например, у вас не было информации по месту расположения людей, по вашему расположению. Тогда получается информативный патрон должен был дать, что вы находились именно в том месте, в котором вы будете на прямом границе в будущем. Здесь конечно интересует еще такой момент, что можно решить, рассматривая позиции такие, что как только вы смотрите, где вы находите в будущем, вы можете изменить решение, например, на будущем не распространяться в управлении. Но здесь это не какая-то просто логического уровня, почему вы восприняли эту информацию о своем будущем именно так. То есть если рассмотреть, то получается для того, чтобы было другое будущее, на одну, которое знаете в целом, но не детализировали. Тогда получается, что импульс, загрошенный в прошлое, фактически прихроет к структуре соприсновения в том же прошлом, но в секторе как бы будущего. И получается, что импульс, проходящий в будущее, возвращается в прошлое время. Если у вас достаточно времени для реализации цели управления, тогда получается, что здесь происходит уровень структурной организации управления, и будущее начинает реализовываться, потому что есть постоянное влияние с плохой прошлой событий. И учитывая, что каждый человек все время сталкивается с трудной системой прошлого знаний, например, технологий и так далее, это умение применить эти технологии в каждой трудной классе, кроме тех случаев, когда слой работает ясно, что всегда нужно применять для будущего правильное текущее время. Умение применить это и есть уровень, который позволяет еще и как бы отследить, откуда идет применение, то есть откуда вообще идет первичная мысль по применению системы управления, вот если, например, мы говорим об оздоровлении человека, то нужно рассматривать первичную систему действия, то есть откуда идет уровень первичного знания о том, как надо оздоровывать, например, у человека есть это знание, у того, которого надо оздоровывать, и вот когда вы присмотритесь более детально, получается, что у человека есть определенный опыт прошлого развития, он видел людей здоровых, он видел информацию мира, где есть здоровый человек, получается, что уровнем его опоры является коллективное действие на правленное на то, чтобы участки прошлого были тоже инфицированы такими же летами, как и участки будущих. И когда мы начинаем уравнительную систему для диагностики применять, мы видим, что с другого прошлого на самом деле это такая система, которая позволяет не только с опорной позиции контролируем будущих процессов, но и позволяет реализовывать структуру настоящего, является платформой неких планов, которые в любом случае уже выполняются, когда это предшествия щелка естественно имеет значение для реализации какой-то надпись нового направления. И вот когда мы начинаем это управление таким образом, что системы всех будущих событий, которые нам нужны жестко определенность системы прошлого, то мы составим некую карту прошлых событий для достижения цели будущих и туда вложить структуру настоящих или там следующих шагов, которые делает управление. Мы можем очень четко системно в каждом конкретном случае создать систему такого управления, что вы изначально видите откуда берется информация, она формируется. То есть вы участвуете в формировании информации. Не просто берете какую-то информацию, если это вечно и бесконечном будущем развитии, а формируете участок в момент действия будущего. Ну так же, как и делает Бог, объединяет прошлое и будущее в точке действия, получается, что действие разъединено на структуру прошлого действия и структуру будущего, а система действия вынесена в уровень, который можно управлять. И там может быть либо прямое действие Бога, либо, например, можно развить какой-то технологический механизм управления. И получается, что если мы хотим координатную систему в будущем, определить как систему точных связей, то есть нам нужно сделать так, чтобы в будущем мы могли не просто контролировать, делать, управлять, но и могли строить соседние позиции для будущих для других людей. то тогда получается структура прошлого должна быть впечатленной опорной. То есть впечатленной мнением должна попадать также в структуру прошлого. И, как я сказал, у нас, если его управление больше около общего класса, то получается, что как только то, объективизируется шире, благоприятное имеется в виду прошлого, то получается, что мы можем сделать так, что неблагоприятного прошлого этого не будет. Что вывесить события можно же сделать всегда позитивно. Это получается, при прямом контроле событий нужно всегда вывести оттуда ведь, что прошлое не является именно неблагоприятным. То есть вывести события из версии, если она неблагоприятна, можно из этой версии систему прошлых событий вывести. Ну, главное восприятие, конечно, в память человека остается, что события прошлого были какие-то негативные, но если нового проблемы это вывести, то будущие события могут достаточно хорошо улучшиться и с точки зрения обратного процесса для процессов лечения, где в настоящее время можно получить мгновенное результат, то здесь получается уже обратная задача перекреста, перевод информации из будущего в прошлое через настоящее время позволяет решать именно задачу такого уровня управления. Тогда получается, что если мы начинаем делать управление таким образом, что нам нужно обеспечить всей безопасностью и гармоничным развитием и рассмотреть свои конкретные координаты в будущем, что тогда сам управленец должен делать в будущем, то здесь получается, что достоверное знание о своем месторасположении и то есть уровень учета личностных факторов, где в настоящем времени соглашаясь с собственным общим вы можете там повредить в каком-то месте. И получается, что вы участвуете уже в системе критивного сознания, которая позволяет посмотреть промежуточный мостик между будущими событиями и текущим верам настоящим. То есть с точки зрения Бога опорный уровень на любого другого шара, на любую другую личность позволяет построить мост между текущим и будущим событиями. Значит, реализация человека это есть фактически структура развития будущего для Бога. И когда мы начинаем видеть вот этот процесс вывода, что может быть достаточно прямым осмыслением действия, процесса действия, то есть здесь мы извиняем, что мышление или восприятие в будущем должно быть совершенно четко определенным образом, чтобы понимать, что происходит на уровне макроуправления, на уровне локального управления и понимать, что происходит реально вокруг этого человека или вокруг какой-то ситуации, то есть умение все четко достоверно видеть. И когда мы начинаем эту систему связи вводить в систему всеобщего управления, то получается, что мы, передавая знания, например, о личном развитии, можем вполне передавать знания с учетом на каких-либо конструкциях в прошлом времени, для этого просто нужно перевести управление из одного статуса в другую, то есть суметь вывести управление так, чтобы конструкция прошлого не была отличима, в чем-то, не было какого-либо отличия от конструкции будущего, то есть в плане развития принципиальных идей, тогда получается, что идеологические уровни, которые позволяют держать идеологию права и если нет идеологического уровня в этом плане управления, то получается, что мы можем вывести уровень Идеология, то есть свершение уровня личного развития для каждого конкретного объекта управления. Тогда получается, что мы можем вывести уровень управления до уровня первичной идеологии. То есть мы вполне можем рассмотреть, что первичная идеология может быть совершенно отличной. То есть первичный уровень какой-либо идеологии может быть совершенно таким, который не касается, предположим, цели управления. Идеология может быть прямо противоположной, то есть вам нужно что-то улучшить, но вы же можете улучшать на поле отрицательной информации, и поэтому получается, что отправная точка в прошлое может быть любая, а вот в будущем она может быть обязательно положительной. Потому что здесь получается, что именно смыслом управления через прошлое является то, что если идеология, которая выслабливает управление, она, например, отрицательная, если это по-разному, то получается, что в будущем эта же самая система, пусть даже локальна, но меняется лучше, но лично для вас лучше не меняется. И уже исходя из этого, можно сказать, что даже резко-эффициентные системы, которые разрексированы как отрицательные, например, в прошлом, конечно, могут проявлены быть со временем объема информации, а для будущего это может быть просто платформы для благоприятного уровня развития ситуации. Получается, что если мы начинаем делать управление таким образом, что нам нужно независимо от прошлого получить только максимально позитивное будущее, например, есть лязерное оружие, но мы независимо от этого получаем, что он никогда не срабатывает при этом в будущем, то получается, что здесь уже тогда видны механизмы вывода управления на уровне конкретной технологической дисциплины. То есть здесь уже видно, что уровень управления он такой, что вы начинаете воспринимать технологию управления как технологию классические того уровня вечного развития, которые вам наиболее свойствуют. То есть вы можете видеть, что технология, например, развитие какого-то элемента реальности, она какая-то уникальная, своя, например, в своем развитии какого-то процесса, что это может быть индивидуально, естественно. И получается, что мы для того, чтобы, например, изучить человека с точки зрения управления статурой прошлого, мы должны увидеть разницу в технологии доступа к системам человека, то есть к каждой системе человека, к каждой клетке доступ к управлению к управлению. Когда человек понимает, что вы можете полностью обеспечить, например, личный родитель при правильном доступе, то он начинает развиваться таким образом, что там наиболее благоприятно тогда с ним работать в плане личного родительства, тогда получается наиболее быстро вы получаете информацию для себя. И учитывая, что само управление с точки зрения логики процесса таково, что мы должны в любом случае обеспечивать прогностически точное управление, то получается, что здесь вот сама прогностика, то есть получение точной прогностики, это есть личный труд все-таки каждого, кто участвует в системе управления будущих событий. То есть это получается, что человек должен четко видеть свою задачу в системе коллективного сознания. Потому что ведь прошлое — это коллективное сознание, которое там горизовано в определенной системе событий. Коллективное сознание включает сознание того. Когда мы начинаем смотреть дальше в будущее, то получается, что исходя из этого мы можем видеть как бы следующий статус, что человек имеет свою конкретную задачу в системе квартирного сознания, и получается, что именно эта задача, она, в общем-то, обредна как задача, которую нужно понимать с точки зрения задачи для людей. Как вы можете понимать, мы можем видеть задачи, например, цивилизации, чтобы не было глобального уничтожения, видеть задачи каждого каждого человека, или же там задачи ситуационные, там, игровые задачи и так далее. И тогда получается, что уровень, например, задач формирует и уровень точности действия. Задача макосозидания требует, значит, точного действия в элементарных вещах. То есть, вот так прогнозы должны быть совершенно точно даже по элементарным вещам. Потому что задача макосозидания требует специального отношения. Там нельзя тратить время на то, чтобы чего-то не знать и чего-то там предложено долго добиваться. То есть, исходя из этого, получается, что нужно уметь еще варьировать цели управления. Мы всегда делаем это через макосозидание, по моему учению. Просто, когда мы говорим о том, в каких случаях технологии, как бы, заманно вспоминать, что именно для макроспасения, ведь сами технологии содержат, а, в которой здесь мы должны очень четко определиться с понятием, как мы вообще воспринимаем информацию о таковую. Например, там, информация о реструктуризации смерти, да? Как выглядит информация, что нет смерти, нет, значит, близких процессов патологических. Это, в общем-то, информация, которая относится к системе прошлого. Вот если мы начинаем ее реструктурировать, в текущем времени живущие люди, это уже живущие люди, то есть, получается, в текущем и в будущем времени, с точки зрения вечного развития, люди всегда живущие, да? И если мы информацию из прошлого извлечем по реструктуризации, действуя проявляться тела, то, получается, и в будущем они будут живущие, но, как бы, формально возникшие из прошлой информации. То есть, получается, что вот просто семья прошлого вебинара получают в будущем, например, там, элементы воскрешения, элементы оздоровления, элементы просто улучшения. То есть, умение работать одновременно по уровню, там, одной информации в разных направлениях фактически позволяет таким образом действовать, что, например, любая информация, даже негативная, может иметь, там, позитивный опыт, то есть, физически позитивное действие можно ослабывать на негативной информации, и тогда получается, что мы имеем ту структуру управления, которая характеризует, как бы, бесконечный рост событий в будущем. Вот. Как вообще, если утверждение Бога, подойти на уровень, посмотреть на развитие информации в будущем? Кто должен вообще эту информацию, например, там, развивать? Да, понятно, что это, ну, значит, уровень такой, что развивается он по себе, но если идти от уровня действий Бога, то ничего само по себе не развивается. Каким образом она увеличивается информацией, например, там, в будущем? Получается, что здесь, в коллективном сознании, все время фиксируется дополнительный статус, который приведет к тому, что нужно, чтобы фактически в будущем статус коллективного сознания по первичной цели был очень, там, сильно посыщен в апрелях. Тогда мы можем точную координату события, там, будущего, увеличить, ну, как бы, увеличить на уровень практически проекционную систему, то есть вы можете видеть, где это событие спроекцировано, и дальше уже иметь статус действия по событию, если мы получаем точную координату. То есть сама точная координата – это и структура действия. Ведь Бог же действует в абсолютном пространстве, он же получается, ему достаточно определить координату, это и есть его действие. И поэтому получается, что, исходя из этого управления, значит, мы получаем, ну, достаточно такую простую картину управления, которое характеризуется тем, что статус действия, например, Бога – это есть структура объединения, например, информации через настоящий уровень, но в таких условиях, что мы имеем структуру действий через прошлое и в настоящее. То есть фактически мы можем сказать, что если мы хотим точно знать структуру управления будущим, будущие свои события не в логической форме, а в форме просмотровых элементов, в форме парагностического духовного видения, мы должны увидеть, как система будущего бесконечно быстро стремится вновь к системе прошлого или к системе настоящей. И видеть, как расширяется настоящее, то есть физическое это видение. Видеть расширение событий настоящего следа. Присмотреться к тому, как вообще восприятие работало, то есть среди простой задачи, задачу контролю по региону. Мы же, как правило, не слабые видения без регионов, а это тоже можно сделать. Но самый оптимальный способ – это увидеть точку, и потом это шеет в развертывание реальности. И тогда фактически не пропускаются какие-то общественно-следственные связи, потому что идет постепенное развитие в этой ситуации. Тогда получается, что если мы начинаем делать управление таким образом, что будущие события практически определены как система бесконечных целей, то видим, что получение любого локального события – это умение бесконечную какую-то систему завернуть, то есть реализовать в системе какого-то конечного будущего события, то есть локального события. То есть видно, что мы можем проследить механизм организации будущего события в бесконечной фазе. Но если мы рассмотрим бесконечную фазу, то изменения бывают разные, например, бывает плюс-минокрестонечность. То есть можем выявить структуру организации, где есть мило бесконечных, бесконечные события прошлого, или просто хотя бы локальные события прошлого. Второе, мы можем, имея в концентрации управление, значит, какое-то событие прошлое, ввести это управление в будущий событий, чтобы нечего-нибудь как бы расстроить. То есть, значит, увеличить просто размер. Событие может быть любое, при увеличении размера за пределами внешней стеки какого-то геометического уровня управления, если там геометическая форма какая-то, мы увеличим размер, то получается, что движение элемента прошлого, системно-будущего, позволяет создать форму, которая первично имеет форму человека, а дальше уже прообразовывается отделение человека во всей системе связи. То есть, если элемент прошлого перевести в будущее, сначала форма человека, потом отделение, опять я вот повторяюсь, значит, системы какой-либо внешнего мира. И вот если таким образом долго находиться, значит, в будущем, время, там, через прошлое, например, и получать систему элементов реальность, то человек увидит перед собой, как складываются его будущие события от текущего времени. То есть, буквально, причем видно прямо по секторам, там, как складывается перед ним, там, дорога, по которой они идут, например, как складывается какое-то конкретное мероприятие, видно, откуда берутся сегменты информации. И можно изучить платформы, на которых они находятся, можно изучить структуру, развитие, например, управляющего ясновидения. То есть, можно изучить фактически, там, при наличии времени все системы взаимодействия для какой-то конкретной задачи, для какой-то конкретной системы, выявленной, там, зафиксированной, например, в виде фотографии и так далее. Тогда получается, что если мы начинаем такой процесс визуализировать и понимать вот эти структуры и порни как бы развитие этой ситуации, то получается, что мы уже, собственно говоря, можем, так скажем, чуть позже анализировать все следственные системы с точки зрения даже, не то, что там некая причина и следствие, а следствие с точки зрения первичной, наверное, самая первичная, ну, это как бы первая причина. Тогда мы, исходя из этой первой причины, можем развить управление дальше, и тогда, в принципе, каких-либо особых проблем управления не будет в плане именно, там, достижения цели корректной, то есть за какое-то конкретное, там, короткое время. Если мы начинаем визуализировать некий, там, философский аспект и рассматривать развитие этой информации как бы в умозрительном реальте, когда есть просто рассмотрение своего собственного сигнала, то получается, что мы можем выделить следующий уровень. Мы можем воспринять информацию как информационный пример, а можно как информацию об неком процессе. Тогда получается, что как только мы начинаем объединять и обоимствовать, мы можем получить структуру тех будущих событий, которые фактически визуализируются в прошлом, то есть смотреть на будущее через линзы прошлого. И прошлое может быть использовано как усилитель для посмотра событий будущего. И здесь получается, что мы можем так же, как вот действованный блок, он может конкретно организовывая встречный импульс, так же, как и, скажем, идущий импульс от вас, может организовывать систему телепесконечной связи, которая связана лично с вами. И получается, что вашим месторасположением как некий маяк определяет следующая позиция, идущий уровень от вас и к вам конструируется где-то в каком-то одном месте возле физического тела. Чтобы тогда получается, что там сконструированы все события, там выданы все решения, и вот человек в целом может отслеживать уровень, так скажем, ну, такого плана, что ли, реализации его личной, что он должен отслеживать в этом случае весь процесс, относящийся к его действиям, так же, как и, рассматривать процесс, который относится к любому другому действию, то есть уравнивать себя, например, в будущем совсем другими событиями. Когда вы начинаете этот процесс опознавать с точки зрения выравнивания с линии, например, действия вам, а затем выравнивания с точки зрения линии действия от вас, то увидите, что Бог присутствующий, он находится в том месте, где вы, скажем, попросили, да, то есть получается, вы начинаете видеть, что вы можете, значит, управлять, то есть управлять так ситуацией в мире, что можно попросить Бога, например, что-либо там помочь сделать, и эта помощь будет вам дана. Тогда мы видим, что помощь дана, что вы там, например, научили, и дальше. Но ведь в процессе действия тоже происходит обучение. И вот это вот обучение, то есть некая система, вообще-то, первичные реакции, она должна быть распространена на уровне, например, как бы информативных систем, на уровне каких-либо физических систем, и когда получается, что исходя из обычной социальной задачи управления, вы можете увидеть точные будущие события по задачам нормы вот этих выработанных систем, информативных систем. Если мы начинаем видеть этот уровень прогностики, кем образом определяется будущее тогда управляющим, то здесь можно, кстати, увидеть, как организовывается цифровой рейд. можно через число перевести в управление, например, ваши будущие события, чтобы они были благоприятны, в бесконечное время. Вам необходимо осмотреть статус наличия, например, этой задачи, а дальше вы берете и делаете универсальное управление для всех. Задача ваша за управление для всех ставить просто цифры. Цифры такие, например, 4, 9, 7, 1, 8, 9, 4. Фиксация точки будущего возле физического тела человека. И следующий ряд, например, нужно иметь фиксацию здоровья. То есть нужно обязательно смотреть, каким образом зафиксирована с точки зрения прошлого именно структура здоровья человека. И тогда, получается, мы можем иметь всего 3 числа. 7, 1, 9. Мы переносим через информацию прошлого всего 6, 3 числа 7, 1, 9 в структуру будущего, рассматривая себя будущим. И мы имеем постоянный уровень оздоровления организма для тех, кому нужно оздороваться. Но единственное, технология, на случай, когда мы требуем смотреть через события прошлого, как через призму событий. Если смотрим сразу в будущем, то там другой ряд. Если смотреть напрямую в будущем без прошлого, то там 8-8 в 9 в числе. И потом, через несколько секунд добавляется еще одна восьмерка. Получается, что разный тип просмотров дает разную систему передачи информации с текущим длинным. И, значит, получается, с точки зрения Бога, если мы рассматриваем управление, он так и сделал управление, где разность передачи информации формирует структуру здоровья. то есть, получается, сборовье человека это многовариантно выраженная информация человека, по сути. И, исходя из этого, значит, в эту информацию вложены все возможности, которые имеет Бог по реализации сборовья человека, например, в будущем времени. Когда человек начинает об этом задумываться, он видит, что процесс реализации, например, его в будущем времени, он таков, что вы начинаете видеть структуру собственных перемещений, даже если вы, например, не ставите логические задачи. смотрите и видите, где вы находитесь, например, в завтрашнем день или вообще далеко передвиги. Так получается, что здесь возникает статус такого понятивного плана, например, для Бога он в просмотре через время сознания увидел себя в будущем. как он может воспринимать такое событие, человек же постоянно может его менять и так же по принципу этого человека. То, что тебя видит в просмотрном варианте, это уровень его личной свободы, что так и получилось, и он это видел, это подтверждение технологическим возможностям, и второе, это все-таки то, что он с этим согласился. Вот, когда идет элемент сознания, вот, именно, ну, как бы, таков права, что человек именно согласился, то получается, что мы, в принципе, должны очень четко увидеть следующий статус управления, что принцип согласия формирует очень четко поле событий, где неопределен статус событий, вы можете с этого статуса что угодно делать, как лепейки, как пластилины, любое событие ставить в инструкторе. Вы согласны в виде будущего, если да, то возникает поле событий, и вы что угодно сделать событий любые. Хороший нарушитель. То есть, вопрос в том, что, насколько это человек мудрый, он может отслеживать информацию, что его касается, но не смотреть на себя. Это вообще принципиально важную вещь в управлении. Можно смотреть, что касается человека, но при этом фактически происходит так, что он отслеживает же внешнюю информацию, а, собственно говоря, себя практически не изобретает. Его находят же в текущем времени, а та та информация будущего, и он ее просто меняет. В данном случае я говорил о том, что человек ведет себя. Тогда получается, что он должен свою информацию состыковать с информацией внешней событий. Внешняя нейтральная информация, а личностная эта информация нахождения физического тела. А отраженный сигнал, который идет от физического тела, например, он же попадает на вас же, выявляет все источники, получается, и приемлем своего, собственно, сигнала. И поэтому в управлении контроль за физическим телом он бывает часто не таким редким. То есть Бог, почему, например, не постоянно контролирует человека? Потому что задача такая же фактически по сути создание Божьего человека он имеет отраженный сигнал, то есть имеет фактически собственный статус. И получается, что, исходя из этого, такой сигнал, как система формирования целого мира, имеет возможность пройти, например, один раз, а в следующий раз надо опять следующий сигнал, вводить. Поэтому контроль за собой в будущем через светлое и прошлые события это система периодического доступа. Чтобы за собой постоянно наблюдать, вы проходите в будущем, пошли туда, приехали сюда, расписали какую-то схему, сравнили, совпадали, например. Здесь дойти до прозрачности этой схемы не импульсной, а постоянной, нужно сделать так, чтобы геометрическая информация была выше геометрически. То есть имеет значение место расположения вот этой линзы прошлого, так скажем. Если с верой стороны, то это периодическая система доступа к информации о себе, сверху это линейная, то есть не как в кино это просто. Тогда получается, что исходя из этого управления мы видим следующий статус. Мы можем еще посмотреть и с правой стороны, например, тогда получается эта информация передача сигнала из прошлого, находящегося в будущем обратно в прошлое, больше даже будущий сигнал в прошлое, в текущую время. Вот мы начинаем вырисовывать такую картину, что человек находится в независимом свободном виде и делает что захочет, а событие складывается благоприятно на то, что мы не правильно смотрим. То есть мы понимаем механизм просмотра и знаем, что из этого следует. и вот тогда вы по сути находите себя, видите свою собственную сущность в будущем, но и для Бога что он в будущем, что он сейчас, для него вообще все это знает. И вот здесь начинается уже приближение, то есть Бог начинает приближаться как вам, то есть вы приближаетесь к себе и так же как у Бога возникает единственная как резидивная точка самоосознания, где будущие события, текущие события все находится фактически везде, в том, что в прошлом времени, то есть вы начинаете влиять на прошлое то есть можно негативные факторы таким образом минимизировать последствия негативных факторов, влияя на прошлое таким образом, потому что вы группируете структуру личности, которая находится в структуре в настоящем времени, личность она всегда одна, личность всегда одна, существует каких-то развертных систем. Работая через структуру прошлого, вы просто так бы отвлекаетесь то есть прошлое, потом будущее делают какие-то лишние ходы и получается. Когда вы начинаете группироваться и вытягивать управление уже больше на себя, то получается, что вы фактически выходите в такое новое состояние, которое влияет на прошлое, как на систему предшествующего управления. Вот когда мы входим в эту систему предшествующего управления, то получается, что Бог для того, чтобы создать каждый будущий элемент реальности, он постоянно входил в систему прошлого, и оттуда создавал систему управления. Один из мерок создания информации будущего. Зачем искать какое-то дополнительное пространство, что-то там изобретать, достаточно опираться на структуру прошлого, и мы получаем систему будущего развития. И, исходя из этого, если мы рассмотрим уровень управления таким образом, что прошлое как опорная точка для создания будущих событий, то логически это понятная неразрывная связь прошлого и будущего, но интервал дискретный, например, Бог послал взять и просто будущее создать и все. и типа того, что прошлое это вообще отдельная конструкция, давайте разделим управление в целом, не будет сопротивляться. Получается, что при такой гипотетической задаче настоящая стала бы резко информативно уменьшаться, потому что раздел двух систем требует заполнения событий настоящих. Были прошлые события, понятные новые информации, будущее логически больше, и поэтому информация насыщается. А если их разделить, то настоящее придется чем-то насыщать. И вот получается логическая фаза, логическая фаза развития дает устойчивость к процессу мироздания. Поэтому я говорю, что коллективное сознание является определяющим фактором в реальности, так скажем, где логика, то есть возможность развития событий, это и есть расширение мира как бы ментального представления, что и происходит потом материально представления. проследить, куда движется мысль, что-то подруга, куда дальше делается мысль. Например, возьми классифию обошления, мы решили, что-то подумаем, в каком времени, подруга. Если мы работаем с системами прошлого, с физиологией, мы находимся в настоящем правлении. Но с точки зрения работы мысль находится в будущем. Вот прорабатывает мысль, куда дальше девается мысль, структуру движения мысль. Получается, что мысль превращается, если очень внимательно в сферу мысль закрепить ее какими-то оптическими системами и смотреть, как она вообще преобразовывается. Мы видим, что она начинает преобразовываться в систему реальности. И получается, что исходя из этого, как только она преобразовалась, все, человек будет спокойным и реальность начинает реализовывать. То есть человек создает реальность, просто даже логическую. И исходя из этого, если мы начинаем смотреть дальше на систему управления таким образом, что мы начинаем визуализировать и смотреть в настоящем, где этот переход от структуры мышления в структуру управления пространством, где логика или с факта расширения мира, как я сказал, то получается, что достаточно логического осмысления двух элементов даже реальности, один находится возле другого, и вообще какую-то логику провести в каком-либо событии, мы начинаем влиять на реальность через мышление. И тогда получается, что мы естественно можем влиять на себя. уровень влияния на себя отношений совершенно не самим как на любого человека. Разница в том, что при совершенной одинокластике управления, что импульс, который к вам возвращается, он просто важен, вы практически ничего не теряете в управлении. Но если задуматься, то при реализации импульса управления через прошлое вы тоже ничего не теряете, когда вы даете другим знания управления, вы получаете еще больше информации, тоже никакого теряда нет, энергии так называемой и что-то в этом роде. Получается откуда тогда получается вот здесь вот из логической мысли отхода возникает действие и почему возникает ощущение передачи, откуда вообще может возникнуть усталость, например, старение и так далее. если такое, то, можно сказать, никакой утери мерки не существует в этом плане управления, это можно даже доказать прямо формально, сделать, просенуть нити управляющие над мыслеформами, связать структуру пространства прошлого будущего, видно, что нет притока энергии. Получается, что есть проекционный уровень и систем осуществленных, есть конструкции прошлого, где осуществились какие-то неприятные события, этот проекционный уровень он поднимает ту самую систему старения в нашем противном сознании, люди наблюдают, что кто-то стареет, и так далее, и так далее. И если мы включаем, ну, переводим систему управления так, что мы всего лишь нарушили будущих событий, то мы смотрели через прошлое на будущее, а здесь возьмем и будущее благоприятное событие, введем в структуру прошлого, чтобы они не фильтровались эти импульсы на их прошлое, то есть будущее благоприятное, а все негативное возможно из прошлого фильтруется, преображается в системе будущих событий, на котором уже находится фактически в пространстве прошлого. То есть хорошее будущие события в будущем это как некий очиститель, так скажем, срабатывает в пространстве прошлых событий и осветляет, ну, условно говоря, это какого-то уровня всем прошлых событий, мы можем видеть, что настоящее начинает визуализироваться, определяется уже независимо от текущего времени как такового, которое связано с прошлого, от текущего связанного будущего, то есть в настоящее время становится самоопределенным. То есть Богу было достаточно перемешать структуру будущего с прошлым, получить систему выравнивания и он получает пространство самоопределенности. То есть система самоосознания, то есть личностный принцип настоящего времени, он является максимально единственной определяющей. тогда получается, что структура именно вечного развития вечной жизни, то есть самоопределенность самой системы, например, человек или Бога в действии, это есть основная уровень, который существует вообще сам по себе. Вообще не знаю, не от прошлого дня, не от будущего, просто есть уровень, который не является бесконечным, он не является вечным, и получается, что этот уровень есть проявление, во-первых, души человека в настоящем мире, где есть коллегиальный уровень, то есть материальный мир. Значит, проявление в духовном мире, это есть чувство как проявление души человека в духовном мире, ассоциативно, ассоциировано в духовном мире всех людей, в своем собственном мире духовном. и получается, что мы можем иметь фактически структуру абсолютного здоровья человека в условиях, когда человек сам определен. То есть иначе это выражают точные координаты человека информации вообще, не только физическом будущем и не только духовном, и даже не только информативном, не только в системе восприятиях, а за систему она не воспринимает. То есть ясно, что у человека может что-то воспринимать, но логически, конечно, что у него что-то, что он не воспринимает. Просто логически. Хотя для прогнозов, которые очень много работают в сфере прогнозов, например, управляющих весновидений, таких областей становится меньше, и не хочу выиграть, могут видеть все реально сразу, И тогда получается, что даже вот они видят сразу, все равно логически можно предположить, что чего-то воспринимается. Конечно, даже поисковый металл вариант какой-то салон пролетает, но он исправен, в этих проблем он же не воспринимается, как некая проблема, зачем ему вообще это говорит. А на уровне души это все равно воспринимается. Получается, что если так рассматривает элемент управления, то уровень, включающий те фазы управления, где нет концентрирующего восприятия, если может быть, воспринимается, воспринимается, выраженное через прошлое, то есть уже в будущее, можно сказать, да, если прогнозировать, то там в такое-то время мог пройти этот самолет. Можно же посмотреть на него, все просранственно там, вокруг Киева просмотреть сейчас и сказать, что полчаса назад там-то был такой самолет, в другом месте, следующий и так далее. или просто люди были в каких-то местах. То есть что исходя из этого, можно сказать, постфактум, да, будущее. И вот этот элемент, он следующий, что диагностика прошлого возможна при наличии интервала в будущее, то есть будущее как свойство прошлое. И вот если мы это свойство определили, ну, как-то, кристалл растет, чтобы свойства не затрагивали структуру личности человека в отрицательных вообще никак. То есть выводим человека за уровень этих взаимодействий. Той человек становится вечным, вечно живущим, счастливым, то есть выполняет только свои собственные задачи и при этом происходит полный контроль за системой в интервале будущего и прошлого события. Я специально выделил структуру будущего. Будущее в этом случае ближе к человеку. Вот как только человек выходит за систему, причинно-следственных связей отрицательно влияющих, то будущее время становится ближе. И получается, мы тогда геометрически главные духовные СП должны понимать почему. Сигнал, идущий из будущего быстрее воспринимается, быстрее можно на него влиять, а если скорость довести до духовного инспектора, до бесконечного, то значит, можно вырвать любое событие до абсолютного нормы, и там уже никаких проблем не будет. Именно за счет уже дальше такого духовного варьирования скоростью восприятия. Тогда получается, что вечная жизнь обеспеченный человек это его обычное достаточно обобщенное состояние, связанное только с деятельностью его мышления, просто с его какой-то любой деятельностью. Тогда получается, что вот этот уровень взаимодействия он и есть уровень, который обеспечивает не только ему развитие, но каждый элемент его развития бесконечным опытом для его инвестий и любого человека. И тогда получается, что находящийся в этой системе управления контролирует бесконечное будущее. Потому что он же не зависит от системы прошлого, от будущего. Будущее просто как система контакта, для управления себя созидателем. Также и Бог он находится в фазе, где благотрядное событие раскладывает по своему желанию. И поэтому получается, что человек, находясь вне системы этих связей, вполне может складывать глубокую аналитическую систему действия, простую систему действия, сложную несучку, он сам может себе события придумывать, сам его реализовывать. И в принципе тогда он на уровне общих, как все рыбы, которые даже не занимаются управлением, находится в этой же фазе восприятия. Разность только в том, что он сам себе события придумал, сам же реализовывал. И получается, что когда он выходит на этот уровень управления, то здесь мы как раз научить, передать знания достаточно становится просто, потому что нет отличий между технологом, который влияет, и тем, кто учится, только начинает учиться влиять, потому что в этом случае это фаза управления одна и та же, уровень общественного состоит один и тот же, что через любую систему можно передать любое количество созидательных знаний, нету разницы восприятия. И вот тогда получается уже точно, когда развитие на любом уровне одинаковое, что на высоком, что на обобщенном, что на каком-то посветленном, говоря, и так далее, то получается, что будет уже значит, что у человека универсальный механизм иметь вечную жизнь, вечное развитие в любой ситуационной системе, независимо от уровня знаний внешней среды любых других людей, другой вопрос, что он может жить вечно, но вот гарантии, что он будет действительно это иметь через миллиарды лет, могут быть только в случае, как я бы сказал, любое человеку это умение делает, тогда это точно. И поэтому обучение любого человека и доведение через систему прямого управления до осваивания такого технологически точного в парагностическом варианте технологически точно использования механизмов прошлого, будущего контроля за ситуацией, чтобы человек понимал и мог это делать, это основная задача управления, которая гарантирует всем такое умение вечного развития, вечного жизни. Так что с точки зрения логической фиксации статуса управления вне времени через структуру прошлого дает такой автономный уровень бесконечного развития и контроля за бесконечным уровнем событий. Но если есть контроль за бесконечным уровнем событий, то вопрос вообще веки. То есть все это точно живет уже вечно и вам нужно просто на управление информации получить в этом состоянии эти знания, что в этом управлении контроль за бесконечным уровнем событий будущего действительно есть. Это более просто как информация. И как только вы начинаете эту информацию получать, все другие события буквально со следующего мига становятся гармоничными. И эту ситуацию уже проще распространить, получается уже гармоничное управление в личном развитии. На этом я сегодня заканчиваю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. .